Это одни из самых лучших умных часов на рынке, которые вы можете купить. Правда, есть одна оговорка — часы прекрасные, но вот возможности их ограничены функционалом, что дал производитель. Никаких дополнительных приложений вы тут установить не сможете, но давайте по порядку. Huawei Watch GT 2 — это слегка обновленная версия на собственной операционной системе Huawei LightOS. Вы можете купить одну из двух версий часов на 42 либо 46 мм, и они сильно отличаются по своему дизайну. Большие часы сделаны в нарочито спортивном стиле, такой отсыл к суровым мужикам, а маленькие на 42 мм выглядят элегантнее, скромнее и вообще минималистичнее. Мы тестировали большую версию часов, и внешне они, можно сказать, симпатичные, аккуратные, сделаны добротные, вроде бы даже с каким-то стилем, однако тут же вещь, которая ломает вам мозг — бутафорский безель с лимбом GMT. Это одна из вариаций использования безеля, то есть обводка вокруг циферблата с 24-часовой индикацией для определения другого часового пояса. Работает это достаточно просто. В часах используется дополнительная стрелка, которую вы выставляете на нужное вам время и всегда его видите. А что же в часах от Huawei? Да, лимб есть, а вот Watch Face с дополнительной стрелкой — нет. Детские болячки, которые такие гиганты, не должны допускать. Но бог с ним с безелем, продолжим говорить про дизайн. Положа руку на сердце, хочется сказать, что дизайн в духе спортивных часов уже немного приелся. Но при этом выглядит Huawei Watch GT2 всё же приятно. Они хорошо собраны, у них неплохой и удобный ремешок, в котором, правда, опять же не обошлось без этих азиатских штучек. Такая надпись на ремешке добавляет скорее несерьёзности и возникает острое желание его срочно поменять. Корпус часов сделан из стали, но не целиком. Задняя крышка тут пластиковая с вырезами для датчиков и магнитной зарядки. И даже при таком сэндвиче удалось сохранить очень небольшую толщину. Возможно, это ощущение складывается из-за размеров. Часы большие и кажутся тоньше, чем есть на самом деле. Хотя толщина тут такая же, как, например, в Apple Watch Series 5. Кстати, по поводу эргономики и материалов. Периодически на руке в месте примыкания часов возникает покраснение. То ли рука натирается пластиком, то ли это реакция на материал, непонятно. Хотя носить Watch GT 2 оказалось приятно. С точки зрения эргономики и того, как они ощущаются на руке, Huawei можно похвалить. Они буквально не ощущаются, вы про них забываете. Такие большие часы и такие удобные. Быстросъёмный ремешок тоже сделан прекрасно, не считая того нюанса, про который мы уже сказали. Он мягкий, податливый, а если вам всё же не нравится резина, то ремешок можно поменять на любой 22-миллиметровый или сразу купить версию с кожаным или металлическим ремешком. Главная достопримечательность этих часов – экран. Большой, яркий OLED-дисплей с высоким разрешением и плотностью пикселей. У него прекрасная картинка, чёткая и насыщенная. Смотреть на экран – одно удовольствие. При этом защитное стекло не утоплено вниз, как это делается чаще всего, а напротив – выдаётся вверх. И даже декоративный безель, расположенный под углом насквозь – это часть защитного стекла. Конечно, такой экран будет больше подвержен царапинам, но тактильно и визуально это решение очень эффектное. На корпусе часов есть сразу две большие кнопки, на которых завязано управление. Нижняя по умолчанию отвечает за вызов тренировок, но в настройках можно выбрать любую другую функцию. Верхняя имеет чуть больше функционала. Она позволяет вызывать меню приложений, при этом закрывать их и выходить на рабочий стол, то есть на экран циферблата. При долгом зажатии верхней кнопки вызывается меню выключения или перезагрузки. Остальные действия выполняются на сенсорном экране. В самом начале видео мы отметили, что в операционной системе этих часов нет собственного магазина приложений. Однако список встроенных программ удовлетворит большинство людей. Не всех, но большинство. Давайте пробежимся по каждому пункту, чтобы лучше представлять себе функционал. Итак, тут есть тренировки, понятное дело. Их достаточно много, есть даже плавание и триаплон. Тренировки по умолчанию запускаются, как мы уже отметили, нижней кнопкой. К каждой дисциплине можно добавить собственные цели, чтобы вы четко понимали, когда их достигаете. Во время самой тренировки появились голосовые подсказки, пока, правда, только на английском языке, и, если честно, они больше раздражают, чем реально помогают. К сожалению, часы не умеют самостоятельно определять, когда началась тренировка. Делать это придется вручную, как и останавливать ее. Данные о расстояниях благодаря встроенному GPS измеряются достаточно точно. Далее по списку данные о тренировках и статус текущей тренировки. Следующий пункт меню — это замер сердцебиение. Его точность, опять же, сопоставима с Apple Watch. Это, конечно, не медицинский прибор, но общую картину вы будете видеть всегда. Например, во время тренировки, что для кого-то очень важно. Далее у нас информация об активности, информация о качестве сна и об уровне стресса. Да, есть даже такое. Причем, если со сном все понятно, часы пытаются мониторить качество вашего сна, фазы и так далее. А вот уровень стресса — это еще более абстрактная вещь, и при первой настройке в приложении на смартфоне она задает такие странные вопросы, что становится буквально не по себе. Еще одно интересное приложение — дыхательная гимнастика. Привет, опять же, Apple Watch. Но в отличие от Apple, Huawei дает возможность выбрать интервал упражнения. Однако система не предлагает вам гимнастику сама, то есть если вы вспомните про нее, то будете запускать вручную. А вот если не вспомните, а будет, скорее всего, именно так, то никакой вам гимнастики. Следующий пункт меню — вызовы. Правда, он доступен только в большой версии часов, с которых можно звонить и принимать звонки. Благодаря встроенному динамику вам даже не нужна гарнитура. Иногда это действительно удобно, например, за рулем можно принять любой звонок. А вот звонить часов можно только избранным контактом, который вы выберете в приложении на смартфоне. Далее у нас музыка, причем управлять можно как музыкой со смартфона, так и на самих часах. Благодаря встроенному модуль Bluetooth к часам можно подключить беспроводные наушники и выходить на пробежку вообще без телефона. Под хранение музыки выделено чуть более 2 гигабайт свободного пространства. Но тут же кроется и определенный минус. Из-за того, что нельзя установить сторонние приложения, вы не можете скачать на часы готовый плейлист из стриминговых сервисов или, например, подкаст. С последними вообще тяжело. И еще закачивать музыку на часы можно только в приложении на Android-смартфонах. В iOS-версии приложения такой возможности нет. Что еще есть в часах? Барометр и альтиметр отдельным приложением, компас, сообщения, погода, секундомер, таймер, будильник, фонарик и поиск телефона. В общем, стандартный набор программ. Листая вправо или влево от циферблата, можно получить доступ к нескольким виджетам. Тут есть виджет пульса, стресса, погоды, музыки и кольца активности. Кроме того, свайпнув сверху вниз рабочего стола, вы попадаете в меню быстрого доступа к основным функциям. А если провести снизу вверх, открывается доступ к последним уведомлениям. Это, собственно, и есть весь функционал. Ну и, конечно, тут есть сменные циферблаты, всего их 14, при этом действительно красивых или полезных раз-два и обчелся. Да и изменять их на свой вкус нельзя, а все виджеты в Watch Face'ах не кликабельны. В общем, тут мы в очередной раз видим, что часы-то скорее не часы вовсе, а такой продвинутый спортивный браслет. Увы, это так, но большинству людей такого функционала будет вполне достаточно. И мы даже нашли удобный, симпатичный циферблат, правда, опять же, спортивный. Называется он обзор, и он функциональный, грамотно оформленный. В приложении на смартфоне, по идее, должна быть возможность добавить еще несколько Watch Face'ов, но, увы, то ли после обновления, то ли по какой-то еще причине, у нас этого функционала просто не было. И это при том, что часы работали в паре со смартфоном Huawei P30 Pro. Чего в часах нет? Нет голосового, да и любого другого ассистента. Нет NFC, то есть никаких вам оплат с часов. Нет Wi-Fi, дружат со смартфоном часы исключительно по Bluetooth, что неизменно сказывается на радиусе действия. Отойдете от смартфона на расстояние дальше 10-15 метров, и связь потеряна. Все эти мелочи, а точнее их отсутствие, в паре с очень энергоэффективным процессором Kirin A1, позволили сделать крайне живучий продукт. Если включить постоянный мониторинг пульса, стресса, мониторинг сна и регулярно заниматься тренировками, где активируется GPS, то часов хватит на 8-10 дней. Если отключить все ненужное, то можно выжать и 14 дней. И вот в плане автономности Huawei Watch GT 2 – это настоящий бриллиант. Даже отправляясь в долгую поездку, вам не нужно брать зарядку с собой. Как же это прекрасно! Кстати, сама зарядка длится примерно полтора часа, а зарядный блок – это такой маленький пластиковый блинчик. Его надо примагнитить к основанию и при помощи Type-C кабеля подключить к зарядному блоку. Не самое удобное решение, но благо заряжаться каждый день вам точно не придется. Кстати, в настройках можно активировать Always On, чтобы вы всегда видели время. Но у этого решения есть сразу три минуса. Во-первых, есть только два режима отображения, никаких вам дополнительных настроек. Во-вторых, когда активен Always On, по взмаху руки вам не показывается основной циферблат. Вызывать его придется с помощью кнопки. Ну и в-третьих, постоянное отображение сильно сказывается на автономности. Батарея будет садиться в полтора-два раза быстрее, так что мы бы вам не рекомендовали этот режим вообще. Если суммировать все плюсы и минусы, Huawei Watch GT 2 нам очень понравились. Неплохой функционал, хоть и без магазина приложений. Отличная эргономика и, самое главное, потрясающая автономность. По большому счету, в часах есть все, что вам нужно. Хотелось бы чуть больше функционала по части синхронизации музыки, но это опять же не беда, потому что под рукой всегда есть смартфон. Ну и то же самое можно сказать про NFC. Дизайн спорный, но не ужасный. Стоят они сейчас в районе 14 тысяч рублей или 80 тысяч тенге в Казахстане. И это на самом деле отличное предложение и одни из самых сбалансированных часов на рынке, которые мы с большим удовольствием можем вам рекомендовать. Особенно, если все перечисленные минусы вас не пугают. Впрочем, выбор за вами. Если мы были полезны, поставьте лайк и подпишитесь. А это за Рока. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин